Российский рынок авиаперевозок за последние годы прошел через разные периоды подъема, спада, слияния и поглощения различных компаний. Одним из перевозчиков, вошедших в состав более крупного зонтичного бренда «Аэрофлот», является «Оренбургские авиалинии». Знакомство с историей и развитием этой компании, современным ассортиментом услуг и новой жизнью в качестве подразделения холдинга может быть интересно и полезно многим пассажирам. АО «Аренбургские авиалинии», другой вариант названия «Аренэйр», является собственностью ПАО «Аэрофлот», российской авиалинии. Официальное начало работы компании, 1932 год. Как у «Аэрофлота», в качестве выделенной Уральской линии, 1992 года в 2016 году авиакомпания прекратила свою деятельность из-за слияния с компанией «Россия». Изначально авиакомпания работала как авиапредприятие для перевозок грузов и осуществляла полеты между Москвой и Ташкентом. Летом 2014 года Оренбургская компания была вынуждена отменить несколько десятков чартерных рейсов на курорты Средиземноморья, Болгарии, Испании, Турции и Греции, Китая. Причиной стала непогашенная задолженность туропиратора «Идеалтур» перед авиалиниями. В 2014 году также «Аренэйр» выполнили рейсы лоукостера «Добролет», который попал под санкции «Евросюза» из-за рейсов в Крым. В 2015 году московские полеты «Аренэйр» стали выполняться исключительно из Домодедова, где у нее были конкуренты в лице С-7, Уральских авиалиний и других компаний. Как и «Донавиа», штаб-квартира в это время находилась в городе Оренбург. Авиакомпания «Аренэйр» уже в 2016 году перешла в состав «России». С этого момента она работает под общим брендом «России». Код авиакомпании «ОАРБИ» позывной сигнал «Оренберг» рейтинг по «Скайтракос» — 4 звезды. Авиакомпания «Чешские авиалинии» официальный сайт «Аренэйр», официальный сайт «Аренэйр.ру» — не работает. Последнее обновление данных на других сайтах было в 2016 году. Адрес — 460 049, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, аэропорт им. ЮА, Гагарина. Телефон, плюс 7, 8-0-0-7-0-0-0-0-5-6, электронная почта, кол-дефис-центр собака-аринэйр.ру. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» официальный сайт «Официальный сайт» адрес — 196 210, город Санкт-Петербург, улица. Пилотов, Д, 18, 4 телефон, плюс 7, 800-444-55-55, электронная почта, пресс-дефис-центр собака-россия-дефис-airlines.ком табло вылетов. Авиакомпания «Самарские авиалинии» официальный сайт «Аренэйр». Авиакомпания сейчас не имеет официального сайта. С 2016 года вся информация о регистрации на рейсы данного перевозчика размещается на сайте «России». Ссылка «Онлайн-регистрация» на главной странице сайта при нажатии предлагает ввести номер рейса. После проверки наличия рейса открывается страница, которая содержит исчерпывающую информацию. Регистрация на любой рейс доступна в онлайн-режиме и через мобильное приложение «Аэрофлота». Также для рейсов FV5501-5949 есть специальная ссылка для проверки доступности онлайн-регистрации. При переходе по этой ссылке откроется карта, на ней обозначены пункты вылета с доступом к онлайн-регистрации, в процессе которой можно приобрести места с дополнительным комфортом. Купить билеты и осуществить бронирование можно на сайте на главной странице в левой части экрана, где находится поисковая функция для подбора билетов по дате и стоимости. Авиакомпания обеспечивает пассажиров бесплатными напитками в случае вынужденных задержек перелета. Во время задержек длительностью сутки или более, согласно заявленным обязательствам и Варшавской конвенции, перевозчик заселяет пассажиров в отель транзитной зоны за счет компании. По всем вопросам перевозки багажа можно обратиться к разделу. Бесплатно провозится ручная кладь в виде рюкзака или женской сумки весом не более 5 килограмм и предметы, которые держат в руках, букеты, пальто и плащи, зонты, инвалидные коляски, детские люльки, покупки из «Дютифри», набор детского питания. Остальные виды багажа оплачиваются в зависимости от категории билета. Есть специальные правила для провозки оружия, зарядных устройств на литиевой основе. Информация о стоимости багажа для рейсов с разной нумерацией указана в обозначенном разделе по разным ссылкам. Оренбургские авиалинии, в составе «России» предлагают своим пассажирам достаточно разнообразное меню на борту для разных категорий, бизнес-класс, эконом, специальное питание для веганов или верующих, дополнительное меню от сети «Кофеин», «Шоколадница». Если рейс продолжается 4 часа, эконом-класс получает только холодные закуски и десерты с напитками. Состав меню из двух циклов постоянно обновляется. Рейсы длительностью более 4 часов обеспечиваются горячим питанием. Авиаперевозчик предлагает сэндвичи, горячие завтраки и обеды, соки, чай и кофе. Также гость может заказать дополнительное питание на борт, завтраки, сэндвичи и десерты. Обратите внимание, меню от «Шоколадницы» доступно после бронирования и оплаты билета, в специальном разделе указывают свои предпочтения, чтобы получить заказ во время полета. Можно также заказать поздравления на борту с праздничным тортом. Полет с детьми до 5 лет возможен с родителями или ответственными за них, достигшими 18 лет. Дети до 2 лет не занимают отдельного места по требованиям безопасности и билет на них не оформляется. Внутренние рейсы позволяют провести ребенка бесплатно, за багаж взымается 10% тарифа при весе не более 10 кг. Важно, второй, третий и следующий дети до 12 лет должны иметь билеты на отдельные места со скидками. Детская коляска перевозится бесплатно, в том числе, коляска-трость. Ее регистрируют в качестве багажа, сдают без заводской упаковки, вес – не более 20 кг. Доступна услуга Delivery at Aircraft, с доставкой на коляске до борта и с предоставлением по прилету. Люльки, детские ремни предоставляются по запросу с возможностью закрепить их в полете. Также индивидуально подбирают питание детям до 12 лет. Если рейс длится более трех часов, то время питания устанавливается родителями. В парке «Оренберг-Каир» на сегодняшний день содержится 19 самолетов. Используются следующие их типы – Boeing 737-800, 16 машин, число мест – 180. Boeing 777-200, три машины, число мест – 364. Воздушный флот авиакомпании на момент перехода в собственность России в 2016 году имел средний возраст – 11 лет. Самолеты компании «Россия» располагают обширной географией полетов, которая видна на рисунке. Рейсы делятся на два типа – FVSV, долгосрочные с пересадками и прямые. Базовые аэропорты Домодедово и Внуково делят зону вылета на две основные части – Восток и Запад. Большая часть рейсов выполняется по территории Российской Федерации, где самая дальняя восточная точка прилета – Петропавловск-Камчатский, Западная – Калининград. На север можно долететь до Мурманска, в Юго-Восточной Азии компания долетает только до Пхукета и Бангкока. Наиболее длительные перелеты – до Пунта-Каны, Доминикана. Всего у компании 121 пункт вылета. Официальный аэропорт – Оренейр, Оренбург – Центральный им. Юа Гагарина. Это основной аэропорт в старом русском городе на Урале с богатой историей, который служит хабом для многих других авиалиний. Также авиакомпания базируется в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Дополнительным хабом служит аэропорт Симферополя. Оренбургские авиалинии, официальным сайтом которых теперь считается сайт «России», постоянно обновляют информацию о новых предложениях. Есть стандартные виды тарифов, которые всегда можно приобрести через кассы онлайн «Эконом». Минимальная цена. Ограничения по провозу бесплатного багажа, питание, соки и закуски. Возврат за доплату. Бизнес. Максимальная цена. Места повышенной комфортности. В сборы включены расширенные места для багажа. Особое меню. Возврат бесплатный. Промо. Цена символическая. Питание отсутствует. Багаж. Только ручная кладь. Невозвратные. Так как «Россия» входит в состав альянса «Аэрофлот», возможности программы «Аэрофлот-бонус» распространяются и на нее. Информацию о скидках можно найти на сайте перевозчика. Благодаря накопленным милям можно приобрести авиабилет по сниженной стоимости. Специальные предложения от «России» доступны во вкладке. Эти предложения в основном касаются конкретных маршрутов для перелета в классе «Эконом». Например, имеются предложения на перелеты в Архангельск и Мурманск в летние месяцы из Санкт-Петербурга и обратно в одну сторону, по 4 тысячи 5 тысяч рублей. Расписание с такими предложениями постоянно обновляется по мере распродажи билетов. Имеются ограничения, билет необходимо оплатить за 24 часа поле бронирования. В итоге можно уверенно сказать, что «Оренбургские авиалинии» продолжают свою деятельность в нише авиаперелетов в новом качестве под эгидой компании «Россия», собравшей под своим именем несколько бывших авиакомпаний. Сведения о новых акциях, направлениях полетов «России» и любых изменениях в статусе компании можно отслеживать на сайте перевозчика. Дальнейшее развитие «России» покажет, насколько ее работа востребована среди пассажиров и в какой мере удовлетворяет современной высокой авиации.